Всем здравствуйте! Добрый день! Сегодня мы в прямом эфире Винника Медунецкая и Мария Елена Скраев. Мы видео вещания из Латвии. И сегодня в честь нашего прямого эфира даже есть солнце. Наш эфир посвящен так как разговор про бизнес и успех. Да, так мы запланировали, потому что последнее время нам задают очень много вопросов, как мы это делаем, как мы там у женщины, как мы успешны, как нам это удается, почему мы это все делаем. И вот мы решили первый раз вообще в нашей совместной жизни выйти вместе. Когда-то Винника сказала, что есть люди, которым формат писать и есть формат видео. И если мой формат видео, как Винника утверждает, а я ей верю, она уже в социальных сетях давно развивается, то это как раз мой первый эфир. А для Винники? Ну, уже какой-то 101 на этом. 101. Поэтому для меня это первый. Поддержите нас. Ребята, я вижу, что у нас люди добавляются. И мы рады всех вас приветствовать, видеть. У нас есть на листочке, мы тут подготовились, у нас есть список вопросов, которые нам уже задавали. Есть вопросы, которые у меня есть в Виннике, и я их могу озвучить. Ну, пока вы присоединяетесь и наш разговор про видный соуспех, то мы можем поговорить, есть ли разница между тем, как мы развивались 10 лет назад и сейчас. И вообще я хотела тоже узнать, как вы это начали, этот бизнес в Коралловом клубе. На что вы пришли? Что вас затепило? Почему вы тут остались? Что вы искали? Ну, в принципе, короткая история. Короткая история, это как раз на день. Я могу начать и закончить эту тему. Ну, если коротко. Я пришла вообще в сетевой бизнес, я пришла на саморазвитие, потому что без саморазвития как можно, ну, как бы, что можно построить, если ты сам не развиваешься, если ты живешь в какой-то определенной профессии. И в этой профессии ты дока. И вдруг тебе нужно совершенно другие вещи делать. Ты же не можешь, как бы, делать это без других навыков. Вот я пришла на саморазвитие. Коралловый клуб для меня это третья сетевая компания, то есть третья. Ну, я это не знала. Да. После первой компании у меня было стойкое желание дать в нос каждому, кто произносит слово сетевой маркетинг. Вторая компания меня отогрела, и я поняла, что у меня это может получиться. И даже у меня начало получаться, но мне в определенный момент стало скучно, потому что продукт в то время был революционным, а сегодня есть на каждом углу. И, в принципе, мне стало скучно. Но когда я услышала про коралловый клуб, а услышала его просто от того, что мне дали кассету, ну, ключевой человек дал, не просто человек с улицы, а для меня значенный человек, друг нашей семьи, он дал мне кассету. И я ее посмотрела, это была кассета про ассимулятор, которая записана была голосом нашего президента Леонида Лапа. И я решила, что мне этот продукт нужен. А поскольку я уже знала, что сетевой маркетинг – это классная вещь, особенно если у тебя есть какие-то цели, а цель была у меня одна. Я жила в квартире без удобств 23 года. И те, кто не жил в квартире без удобств и не имел сухого туалета, которому примерзает пятая точка, каждые 20 минут, когда ты пьешь коралловую воду, она у тебя примерзает, и мотивация была бешеная. Вот тут у нас есть даже вопрос, как сохранить мотивацию. Так у меня мотивация каждые 20 минут была. Я как села в туалет, попа примерзла зимой, и сразу у меня мотивация, что нужно что-то делать, грести ластами, чтобы что-то было. То есть, как мы тогда работали? Без интернета. Те люди, которые позже пришли, они даже не знают, как это возможно, когда ты берешь товар в Москве, едешь через границу, привозишь его сюда, потом его продаешь своим же людям, потом ведешь учет. Я даже сохранила одну общую тетрадь, 96 страниц. Такой тетради мне хватало на два месяца. Я вела учет всей своей структуры, всей закупок вручную. Вам самой надо было все считать, свои деньги, товар самой привезти в Латвию. Представьте, какие обстоятельства были. А сейчас у нас доставка товара в 189 стран, и уже какие-то проблемы у нас. И люди говорят, ой, у меня в офисе чего-то нету. Боже мой, спасибо, что у вас есть офис, в котором у вас что-то есть. Вы можете спокойно развиваться, вы можете проводить презентации. Тогда ничего не было. Все мы сами на себе делали. А как мы кассеты писали? Только мои дети помнят, что аудиокассет, видеокассета, она писалась в реальном времени. Я вообще думаю, что есть люди, которые смотрят, которые вообще не знают, что это такое кассета. А, ну да. Что такое дискета? Ну, это такая плоская флешка, например. Большая флешка. Да, такая флешка. Ну, в общем, совершенно другая специфика. И те люди, которые вот пришли много-много лет назад, и которые вот в какой-то прострации находятся, мир изменился, вроде мы рассказываем то же самое. А у людей другая реакция. Когда мы начинали, был вакуум. Вакуум. Люди жадно впитывали, что мы говорим. Сейчас открою интернет, на тебя такая лавина всего обрушится, что ты вообще думаешь, чему время уделить? На что сконцентрироваться? Поэтому мой бизнес, я уже 11 лет назад стала золотым мастером. И как раз в этот момент, когда я проводила школу, еще все в ручном режиме, все. Про запись вообще речи не было. А как вы собирали людей на эти школы? Как вы их... Как я обзвонила? Ну, даже им было мало у кого было. Поэтому звонили, лично встречались. Поэтому все люди, которые пришли до интернетную эру, это в принципе люди, которые, как сказать, ручная работа. Знаете, как изделие, ручная работа. Вот это все наши люди, ручная работа. Но мы хорошо поработали, если мы пригласили таких классных людей, как Винета. Да, спасибо. И оказалось, мы там смотрели нашу историю. И оказалось, что когда я пришла 11 лет назад, я пришла только на продукт. Я еще Елену Скрейли не знала. Но она стала мастером 11 лет назад. Золотым. Золотым, да. Ровно тогда, когда я пришла в компанию. Но я сначала только на продукт приходила. Я хотела сама с собой, свои болячки все, решить бизнес. Мне вообще было такое ощущение, что это какое-то ругательное слово сетевое. И что я этим никогда не буду заниматься. Но когда через год я решила все свои проблемы, я понимала, что это вот то занятие, тот бизнес, чем я с удовольствием смогу заниматься. Потому что я знаю, как работает продукт. Я сделала сама себя и потом могла уже делиться. И когда я пришла первый раз на бизнес-школу и на школу здоровья Елены Скрейли, я вот смотрела на нее. Я купила ее. Я бизнес купила через вот... Мою подачу. Да. Через вашу личность, я так могу сказать. И потому я всегда своим людям, которые сейчас в интернете развиваются, говорю, что нужно в эти времена подать свою личность. Показать, кто вы такой, что у вас есть сердце. Не там просто реклама, продукты, там, или бизнес, это давай туда-сюда. А показать, что вам можно доверять. Что вы ценный человек, что вы можете довести человека до результата, да, любого, там, и не по здоровью, и не про бизнес. Да, результаты самые ценные. Конечно, можно любой бизнес начать. Но я получила результат в первую неделю после того, как я вступила в коралловый клуб. Он тогда еще не коралловый клуб, кстати, назывался. Я получила результат на своем собственном внуке. И поэтому, что продукт работает, я убедилась сразу. Причем, это единственная компания на то время, которая вообще говорила о ПАЖ внутренней среды человека. Я считаю, что это базовый, ключевой ориентир. Не на количество проданных продуктов, не на качество продуктов, не на их производство, не на свойства, не на что. Но самый главный результат – это ПАЖ-баланс организма, при котором наш организм работает сам на автопилоте и восстанавливается здоровье. Вот, собственно говоря, это ключевой базовый момент. Да, я тоже как бы пришла на эти знания, то, что вы давали, потому что я поняла, почему. И потому я очень много сил отдаю тому, чтобы обучать людей, чтобы они понимали, почему им нужно, например, пить каждый день. А то было раньше так – приходили, через два месяца решили все свои проблемы, которые были, и все. И думали, что больше не надо, что это какой-то, знаешь, там… Полечился, и все, можно на этом деле дело все закончить. А наша задача, вот, я так, ну, как бы, мы начали делать, и это дает результат, что мы даем людям знания, почему это им нужно каждый день, каждый божий день. И мы учим эти ритуалы, как бы, делать, да, то, что ты проснулся, не то, что ты сразу кушаешь и пьешь кофе, но ты, как бы, смеваешь эту грязь, которая за ночь накопилась живой водой. Ты делаешь душ своим органом, своей, там, кровью, да, все, и вот это мы все учим. И тогда это все получается стабильно. Самое главное, что человек понимает, и он уже делает, он осознанный потребитель. Не какой-то нечаянный, не то, что нечаянно пришел, да, он уже осознанно это делает. У нас тут есть вопрос. Да. Что в компании очень много всяких появляется, к сожалению, мы не можем просмотреть там весь длинный вопрос. У нас показано только четыре строки. Да, Ива Табарского, да, это было тогда, но сегодня другие проблемы. Интернет у всех, но компании по здоровью каждый день рождаются. Очень много. Как привлечь именно в Коралл Клаб? Что посоветуете на сегодняшний день? У меня есть готовый ответ на этот вопрос. Вот смотрите. Вам нужно купить какие-то ткани, фрукты, ягоды. Не важно, что. И что вы будете? Можете идти по рынку и пробовать все гнилые ягоды, которые только есть. Вы можете найти продавца, и он вам выберет самые подходящие яблоки, ткани, фрукты, гаджеты и всего остального. Поэтому, как привлечь в Коралловый Клаб? Прежде всего, будь тем человеком, с которым приятно иметь дело, за которым можно идти, на котором можно положиться, который ответит тебе в трудную минуту и поддержит тебя, и научит, и будет с тобой рядом. Ведь недаром за один день этот бизнес не строится. Это не спринт, это марафон. Поэтому у каждого есть своя период пустыни, когда ты идешь и нарабатываешь. У меня было два года. Я за два года доросла до золотого директора. Была страшно горда этим статусом. Некоторые там уже жалуются, если не там золотой директор, считается ничего такого. В те времена, когда директором становились люди, которые делали в месяц полторы тысячи баллов, в принципе, это почти золотой директор по нынешним временам. А золотой директор, это было три директора под тобой в разных ветках. Поэтому каждый по полторы тысячи. Ну, это уже какой-то бриллиант такой, и не даже ирзуизм. Ну, и забыл точно. Поэтому на самом начале, когда вы только-только начинаете, очень много времени уходит на отработку навыков, на получение информации, на умение передать эту информацию другим людям. Наработать аудиторию тоже, да? Было в воскресенье бизнес-событие, там было больше 60 людей. И четыре года назад, когда я ушла с работы, и вот посвящала себе только этому бизнесу, я не знала из тех людей никого, кроме Юриуса Сириаги, который сейчас нас стоит. Все пришли, все мне были чужими. Можешь, я уберу реку лампу из кадра? А мне нравится она? Да? Нравится? Сейчас я думаю, пусть стоит. Ну ладно. Это будет новая сторож. Третий. Третий голова. Третий голова, да. Да, вот еще сразу интересный момент по поводу того, люди, люди, люди. Самое главное, конечно, где взять людей. Вот, говорит, в моем окружении нет людей подходящих. В моем окружении их точно не было. Потому что для меня Латвия – это страна, в которую я приехала уже взрослая. Я здесь не училась, я здесь не работала, не ходила в садик. То есть у меня вообще никаких знакомых не было. И уж в том окружении, в котором я жила, там лидеров не было по определению. Поэтому, если вы идете в нужном направлении, вы обязательно встретите тех людей, которые будут ваши люди. Поэтому мой мастер от меня первый закрылся в пятом уровне потребительском. Был первый директор, потом первый мастер. Поэтому не отчаивайтесь, работайте. Надо смотреть глубину тоже, да, если вы видите. Как бы надо замечать этих звезд своих, те, которые замеркают в этом вашей, как бы, структуре. Вот это надо на них окружать внимание и немножко приблизить к себе и посмотреть, может быть, можете что-то сделать. Так, часто выходы в эфире фиктивно. Один раз в неделю минимальный. Сразу вижу, мы транслируем сразу с двух телефонов. Винета транслирует на Фейсбук, я транслирую на Инстаграм. И поэтому у нас с вами разные вопросы. Мы можем что-то не увидеть, но если не увидели, еще раз скажите. И тут сразу вопрос. У нас был вопрос первый, который нам задали. Это как сохранить и отобрать команду сильных лидеров? Конечно, это вопрос, ответ на который будет давать золотые для золотых, шестидневный или семидневный семинар. Но мы можем, конечно, ответить в двух словах. Как ты думаешь, как отобрать лидера? И команду сделать. Знаете, по-моему, ты сначала должен идти шаг вперед. Ты видишь потенциал человеку, ты ему говоришь, предлагаешь бизнес, предлагаешь развиваться. Он говорит да. Потом ты смотришь. Вы составляете план, и просто надо смотреть, он делает или не делает. Если он идет ногу-многу в тебя, что он повторяет эти системные задачи, что он участвует в событиях, что он едет на события, что он приглашает людей. Все, он отобрался сам. Потому что невозможно как бы что-то навязать. Иногда бывают тоже такие ложные лидеры, которые говорят да-да-да, но ты смотришь, он же ничего не делаешь. Но ты как слепой, какое-то время все время веришь, веришь, посвящаясь время. Да, вот он, ты оказывается, это совсем не лидер, он просто тусуется. Да, к сожалению, мы очень много времени потеряли на таких псевдолидеров, которые нам обещали. Вот я только с понедельника начну. Вообще наша задача лидеров создать условия для того, чтобы эти лидеры могли проявиться. Вот представьте, если бы я осталась, ну, допустим, ткачихой, то у меня какие условия проявиться лидером? Ну, быть начальником смены в той деревне, в которой я жила тогда. Или, ну, еще каким-то мастером стать. Но это, там совсем другие задачи. То есть наша задача, например, создать фронт работы. И лидер, он проявится сам. Это как семена. Вот мы берем горсть семян. Это все потенциальные лидеры, звезды. Мы их садим, мы поливаем. Солнышко пригрело. То есть наступили времена, там, событий или каких-то выступлений, или подготовки к какому-то делу, или поездки. И ты смотришь, из того, что ты посадил, у тебя что вообще проросло? Да? Бывает, вот такие листья, вот такой корень. А бывает наоборот. Вот такой листок и вот такой корень, из которого потом вырастет мастер. А это получилась солома. Она выросла и потом быстро, быстро сгорела. Ветер как надул, так солома сломалась. Да, потому что корни у нее никаких корней не было. За счет чего-то она, может быть, проросла, эта солома, может быть, ей спонсор вытянул, может быть, снизу кто-то поддал. И некоторым лидерам очень хорошо это все удается. Ну, я считаю, что нужно... Лидер, он сам проявится. Да. Но работа с ним вот такая, что вы, ну, как бы, садитесь с ним и обговариваете, ради чего он это будет делать. Вот если у него нету ради чего, у него нету видения, у него нету ни нужды, ни меч... Ни нужды, ни мечты. Ни нужды, ни мечты. Ни конфеты, ни свечки под попой. Да, то вряд ли что-то получится, потому что нужно быть... Вот этот драйв или энергетику дает, когда ты осознаешь, для чего ты это делаешь. Ну, для чего тебе это очень-очень нужно. Я знаю, что мне было очень-очень нужны, конечно, деньги, потому что было время, когда мой кредит был такой же, как моя зарплата. Когда я была, вот, родила дочку, я 10 лет жила тоже в очень плохих условиях. Тоже сухой туалет на улице только, да. Только холодная вода. И вот так я... Ну, и еще отопление дровами было, да. И когда я приходила со смены вечером, был ужасный холод, такой она как на улице. Этот домик был очень-очень старый. И, в принципе, я иногда не знала, что покупать, да. Там молоко ребенку, да, или там хлеб. Ну, были очень трудные времена, но тогда я не знала про коралловый клуб. И, в принципе, очень... Не, как бы, жизнь не была такой легкой, как иногда каждый, когда мы входим... На сцену выходим. Да, ну, да, такие, ой, уже вам уже все хорошо, да. Сейчас я вижу самую большую проблему для мотивации такой постоянный хороший комфорт. Вот это человека не развивает. И я вижу, что тогда вот надо найти какую-то у человека другую мотивацию. Посмотреть, что будет через лет 10. Что будет, если я останусь один, и я должен буду сам себя обеспечить. И заботиться о себе. О себе, да. Я зарабатываю. Сколько я зарабатываю? Что я достиг? Что я оставлю своим детям? Что они будут про меня думать через лет 10-20? Я достойный человек? Что я достигла, да? Какой я пример буду показывать своим внучкам? У меня две внучки, да. Как я вообще... Я хотела изменить вообще этот свой родовой, вот эту карму, бедность, бедность и всего так далее. Я хочу передать, что можно жить хорошо, можно жить здорово, можно жить безборячий, да, что можно развиваться в любом возрасте. Я хочу это все сделать. И если у вас нету такой денежной мотивации пока, да, ваш муж может быть содержит или кормит, или у вас такая вроде менее хорошая зарплата, что вы не умираете с голоду, тогда надо действительно вот подумать реально о глобальности, о глобальности вашей жизни, о глобальности этого бизнеса, то, что вы будете делать там 70 лет, 80, как вы... Где вы будете, в какой вообще позиции, что вы из себя будете представлять, что вы вообще даете этому миру. Ну вот то, это, я думаю, очень-очень важно, чтобы сохранить эту искру, эту, ну, искру развития. Да. Тебя вот поздравляют, поздравляют, я тоже поздравляю Виниту. Кто меня поздравляет? А, Алена. Алена, спасибо. Да, поздравляют Виниту, я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям. Я как только получила предваритель, я уже сразу позвонила Виниту. Ну, это было видно еще год назад, что у нас растет золотой мастер. И в моей структуре, это первый золотой мастер, я очень рада, что у меня появился человек, который повторил, повторил мой путь, уже на новом, на новом этапе развития. И благодаря Вините у нас появились уже три новых мастера, но я вижу, там еще человек шесть, точно, которые будут в ближайшее время, потому что все для этого есть. И тут как раз вопрос. Спрашивает Светлана Островская о формах ежедневного общения со структурой. Как тебе это удается? Ну, у нас чаты есть, у нас есть бизнес-чаты, мессенджеры. А в каком мессенджере? Мессенджер, в фейсбуке. У нас есть бизнес-страница закрытая, в фейсбуке. Да, для структуры, да. Потом у нас есть тренерский чат, такой вот как бы тренера здоровья, где мы всех присоединяем людей, которые уже передают знания дальше, да, которые уже делятся этой информацией, и им нужны какие-то советы. У нас просто чудесный чат, да, он очень хорошо работает, потому что вопросов есть много. Я, конечно, одна там бы не справилась, там уже отвечают друг другу, обмениваются опытом, там такая хорошая, такая вот коммуникация идет. И есть еще чат для потребителей. В каком мессенджераме? В телеграмме, вот эти чаты в телеграмме, потому что телеграмме мне нравится с той стороны, что там можно сохранить историю. И можно искать, например, есть какой-то вопрос, сразу, как бы, ты, ну, вот слово пишешь и находишь уже. Оно погружается. Да. И у нас мы очень хорошо работаем через проекты «Измени свою жизнь за 90 дней». В прошлом году у нас были три сезона, в этом году мы тоже в январе начали, и там обычно 100-150 людей присоединяется, очень много тренеров. и тоже за три месяца мы отслеживаем, как меняется жизнь человека, потом у нас мы скидываемся на период, призы, и люди, которые делятся в социальных сетях со своим результатом, они получают призы, и такая очень хорошая мотивация получается, и люди очень хорошо делятся с результатом. Прошлый сезон, мы закончили его сейчас в январе прошлый сезон, и делились с результатом в соцсетях в 21 человек. Это, я считаю, очень много. Это очень хорошо. Это не просто сказали, да, мне вот изменилось, то-то-то-то-то, а уже умышлено. Да, я отфотошопила себя, и никто тебя не знает, но я себя отфотошопил. Но это очень классно. И ты не сказала про прямые эфиры, я слежу за тобой. Ну да, прямые эфиры это уже разнообразные такие уже как бы темы мы обсуждаем. Ну и, конечно, у нас есть один день, вторник, когда мы встретим все, которые хотят, лидеры, и все, которые учатся выступать. У нас есть школа, клуб здоровья, и мы разные темы выступаем, и в прямых эфирах трансферах. то есть из того, что Винета сказала, она ни разу не сказала, что я в звании своих людей, я пишу им мейл, письма, и все. То есть, это и есть современные реалии. И если у вас не так, то у вас есть возможность взять на вооружение Советы Винеты, которая стала золотым мастером в этом месяце. То есть не 10 лет назад, а именно сегодня. В декабре. В декабре 2020 Винета стала золотым мастером, и тебя все поздравляют. Да, спасибо. Жан, что на латышском, с удовольствием посмотрела. Пишет Дайвер Желинский, они извинились. Но у меня некоторые есть на русском, можете в фейсбуке посмотреть, там, два эфира на русском. Но мы будем делать еще, потому что моя цель тоже выйти в другую, потому что латышей там вообще два миллиона может быть, да, или полтора. Очень маленький мой народ, и уже пора расширяться. 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 Да. Но для тех, кто жалеет о том, что не знает латышный язык, могу сказать, что ничего сверхъестественного, что вы думаете, там у Винни это какие-то секреты, она там знает что-то там супер-пупер, что именно это работает. Вряд ли вы так, вы так не думаете. Я думаю, Винни, ты меня поправит. Я думаю, здесь работает система взаимоотношений между людей, цель и командная работа. Я правильно поняла? Да, правильно. Ты можешь делать что-то одно своей, работать с сильной стороной, своей сильной стороной. Ты умеешь делать, можешь, можешь, как бы, много знаний имеешь по внутрициологии. Можешь работать этим. Ты умеешь делать классные видео, зажигательно рассказывать, делай видео, видео истории, делай истории. умеешь писать классные посты, пиши, но есть что-то должно, что объединяет всю вашу команду. И Винни, это как раз перечислила. Чаты групповые, чаты тренерские, чаты потребительские, прямые эфиры, на которые собирается вся ее команда. Ничего такого сверхъестественного, то есть она на метле не летает, просто делает свою же работу. Если бы в те времена, когда я читала лекции, я 10 лет читала лекции, одна, два раза в неделю, одна, одна, без смены, 10 лет, кто-то их записывал. Не было на чем записывать и не было даже куда это выкладывать. Ну вот. Да, так что время упущено, но я учусь, я учусь, и мы начнем опять все заново. Странно, конечно, иногда, когда ты уже бабушка, ты вырастил не только детей, но и внуков, и опять уходить в декрет. То есть рожать новых, новых, новых людей, новых лидеров, учить их. Это прикольно, это как женщина 40 лет, у тебя есть выбор, стать бабушкой или мамой. Лучше бабушкой. Лучше бабушкой. Но в данный момент мы с ней в поиске новых людей. Да. Да? Мы готовы развиваться, строить новые ветки в новых странах, потому что это классно. Да, и если вы долго за нами следите и хотите тоже, может быть, начинать что-то великое, я вот считаю, что наше дело, оно великое дело. Она очень, как бы, не просто бизнес, там, деньги заработать, это уже немножко, как бы, по-другому. Это, ты немножко другого вида специалист. Ты помогаешь людям развиваться, открыться, развивать свои сильные стороны. Ты ему помогаешь перебороть страхи, потому что сам ты через это прошел. Но это не просто так. Вот если кто-то из вас видит свой потенциал и хочет присоединиться к нам и стать лидером нашей компании, мы вас ждем. Выбор у вас есть. Я думаю, что социальные сети как раз и позволяют сразу увидеть человека, как он говорит, как он думает, понаблюдать за ним, а потом принять решение. Да, и ты можешь провести, как бы, ты можешь проводить там несколько встреч холодных, да, с незнакомым человеком. Ты должен все изначально там, знакомить с собой и так далее. И, там, не знаю, раскрывать свои там сильные стороны. А в интернете хорошо, у тебя есть платформа, где люди могут тебя посмотреть, они могут увидеть твои глаза, ты врешь или нет. это же можно считать, правильно? Вы уже сразу понимаете, иногда вы включаете какое-то видео, все хорошо говорит, но не верю, да, и не хочется. А есть иногда человек, даже не умеет его особенно говорить, но он от сердца это делает, и хочется, и ты ему веришь, и ты идешь. Потому это хорошо в социальные сети, что ты подогреваешь эту публику. Ты уже, это уже не холодный контакт. Если он уже тебе пишет, он уже в принципе твой человек, он уже тебя узнал из всех сторон, потому что мне было тоже, звонит люди или пишет, Винета, я уже два года за тобой не живу. За тобой наблюдаю. Я просмотрел все ваши лекции, и сейчас я готова. Что мне надо делать? Вот это прекрасно, так работает. Мне нравится. Вот хочу сделать акцент, что есть люди, у которых тысячи знакомых людей, тысячи, на самом деле, в телефонной книге, и он говорит, мне надо выходить в интернет. Я ему говорю, посмотри, сколько тебе лет. У тебя тысячи людей, и тебе, это новая вещь, ты можешь отработать тех людей, которые у тебя есть, и объединить их в группы. Правильно? Работай с теми. Интернет, он не по нацели. Если ты в реальной жизни ничего из себя не представляешь, в интернете тебе это не поможет. Даже если ты будешь делать эфиры каждую неделю, ну, может быть, через какое-то время они будут достойными того, что их кто-то будет смотреть. Поэтому работаем над собой, над качеством. И на самом деле сейчас великолепное время для тех людей, которые хотят изменить свою жизнь. Это может быть финансовое положение, у кого-то может быть муж, пьяница, кто-то вообще хочет уехать из той квартиры, в которой он живет. Вот как было это у меня. У меня не было другого выбора. Либо 30 лет работать, откладывать деньги на новую квартиру, либо найти какой-то другой путь, при котором я могу остаться в живых и при этом еще решить все свои вопросы. Но то, что сейчас предлагает Курал-План, это в те времена, когда я начинала, мне даже не снилось, что квартиру можно получить в подарок. как это может быть? Если ты 23 года топишь три печки, утром просыпаешься, зимой у тебя от холода течет конденсат по стенам, и вдруг мне говорят предложение, что мы тебе поможем, вот прекрасный продукт, развивайся, мы тебе еще квартиру подарим. Представляете? Про определенных условия. я уже не говорю о мастерских каникулах, о путешествиях, о другом общении вообще. Про общение опять скажу, про окружение. Если говорить о том, какие люди меня окружали много лет назад, то сегодня практически это все новые люди. Как в том анекдоте про сетельков. Просыпаюсь ни одного знакомого лица. Вот, в принципе, так. Но я об этом не жалею. Потому что мы хотели поменять жизнь, мы ее поменяли. Смотрю, моя мама в эфир вышла. Рудита, привет! Да? Привет, дочки. Моя мама говорит, но я вижу, что с тобой все в порядке, я тебя регулярно вижу. Наши дети нас смотрят через прямой эфир, моя дочь тоже смотрит через прямой эфир. Вот. Вот только написано, вы только существует продуктов для здоровья пользуетесь, как насчет продукции дома тоже как-то слышно больше про продукцию для здоровья. Для меня это само собой разумеющееся. Если, я может быть, когда сделаю хотя бы stories о том, сколько у меня продуктов есть дома. Я боюсь, что перепугаются. Я могу принести мой дом, я сейчас как принесу все, что у меня дома. У меня есть посудомоющие, посудомоющие средства из элайф нашего, потом все беле я стираю с нашим элайф, потом, конечно, соль, зубной порошок, шампунь, бальзам, вся привилег серия, серия, жир, эму, полностью я себя обслуживаю. У меня все для того, чтобы всегда выглядеть красиво. Две красивые бабушки. Так что для тех людей, кто уже в этом возрасте или раздумывают, у вас есть шансы выглядеть прекрасно, быть здоровыми, расти, как бы развиваться в окружении других людей, поменять свою жизнь не к лучшему. Так, у нас еще есть... Знаете, про это сказать вообще про наш сетевой бизнес, насколько он, вот какие вообще там по сравнению с линейным бизнесом, да, вот у нас вот сетевой у вас есть ментор или спонсор, да, как вы называете, это человек, который вам покажет дорогу. В этом случае мы будем, если вы захотите, за нами следить. Но представьте, вы начинаете линейный бизнес, и кто-то вам говорит, например, служба госдоходов там специалист сидит и говорит, ооо, вы хотите свой бизнес, как хорошо, мы сейчас вам поможем, вы за вас все сделаем, вам все рассчитаем, вам поможем начинать, вам вместо вас там все сделаем, вы только не волнуйтесь, главное, хотите и делайте то, что мы скажем, да, так нету, это вообще сетевой это вообще нереальная счастливая история, потому что у тебя есть люди и не один, потому что по вертикали там уже много людей, да, которые готовы вам посвятить свое время, свои знания, свою жизнь, чтобы вы стали успешны, это вообще ни в каком бизнесе, да, так не бывает, что делится секретами, там, системами, ваш уже включают систему, как вам лучше развиваться, да, уже все готово, на ваши ответы отвечают, да, 24-7, так что я не знаю другого, другого, другого шанса, как стать успешным, особенно для женщин, особенно для женщин, потому что я, когда, вот я знала, я 30 лет, когда у меня было, я знала, что я хочу бизнес, вот я вот думала, что я вот сейчас вот что-то начну, но я работала структура, куда я видела, как это все происходит, чем это иногда кончается, как это все нереально просто иногда ужасно с этими всеми инстанциями, которые ты все это должен, да, соблюдать, сделать, бухгалтерия, ла-ла-ла-ла-ла, это вообще там, и как у меня тоже друзья, которые в линейном бизнесе, как они разоряются, и они просто, это не просто банкрот, это просто банкрот с минусами, он уже как бы заложил там дом или что, чтобы начать, да, а тут банкрота нету, ты просто можешь или не получить ничего, как у тебя и не было, и нету, или получить все, даже о чем я не мечтал, между прочим, да, причем, да, вот спрашивают, с какой фразы нужно начать общение, добрый день, да, приветствую, вы знаете, нет такого, наверное, однозначного ответа, можно начать с банальности, какая хорошая погода, в Латвии сегодня просто солнце, только для нас, можно сделать комплимент, можно спросить, что человека интересует, но я думаю, что правильнее понаблюдать за этим человеком, если он для вас представляет какой-то интерес, вы много увидите и сами. Но когда я встречаюсь с моими потенциальными лидерами, когда я на встречу прихожу, человек тоже что-то хочет, уже хочет бизнеса, у него уже есть такое желание, я слушаю, я задаю вопросы и слушаю, зачем тебе это, кем ты хочешь вообще быть, ты видишь себя на сцене, ты видишь, ты хочешь быть как я, да, он говорит, да, хочу, и я вижу глаза, вот, горят, все, наш человек потом брался. Юрис говорит, что мы самые прекрасные женщины в эфире. Вау, Юрис, это мой самый первый мастер, самый вообще крутой, кто знает Юриса Сирягу, да, вы, наверное, уже сразу поймете, что вам нет никаких преград, вот, если вы еще думаете, что вы не можете что-то, вот, зайдите на профиль Юриса Сирягу и посмотрите, да, с какими трудностями этот человек каждый день сталкивается, и как он может вообще быть мастером, быть успешным, и, кстати, Юрис уже мастер с 20 тысячами, да, уже, я думаю, мы уже посмотрели, надеемся, что уже четвертый месяц сейчас, янерей будет, и он будет супер-бонус получать, и, так что, я думала, ему очень пригодится, а кому не пригодится супер-бонус, машина или квартира, да, кому не пригодится, да, вот он спрашивает, в чем особенность женщины в развитии в сетевом, вообще для женщины, мы же не просто человек, мы же три в одном, правильно, мы женщина, соответственно, у нас весь дом, дети, мамы, бабушки, все, мы ответственные люди, то есть мы должны прежде всего даже семью накормить, а вот спрашивают, а как женщине сочетать семью и бизнес, в семье надо договариваться, в семье надо договариваться, потому что есть семьи, которые не поддерживают, критикуют, мне к счастью повезло, у меня моя семья всегда меня поддерживала, они ездили, они понимали, что это работа, и когда-то, когда у меня жил внук, я сказала, ребята, освободите меня от роли бабушки, если вы хотите, чтобы я помогла вам заработать на квартиру, потому что сочетать довольно сложно, если ты связан по рукам и ногам, поэтому какую-то часть работы, там, отвезти, привезти, детишек, кто-то должен помогать делать, в крайнем случае можно нанять нянечку, да, и причем этот бизнес очень прекрасно сочетается с семьей, потому что вы можете это делать дома, если у вас есть интернет, и, и хотя бы одна рука с одним пальцем, или хотя бы нос, да, у нас тоже есть человек, который носом только может писать, да, нет преград, да, просто, конечно, когда, когда у вас ваш ребеночек маленький, да, вам побольше надо ему уделять время, это все нормально, тогда уделитесь, ну, сколько вы можете, вот запланируйте, там, два часа в день, да, или нанимаете, там, какую-то нянечку, или папа за это время посмотрит, но вы вот просто для себя, для бизнеса посвящайте это время и сделайте все, что надо, потому что, если мы так посмотрим, очень много мы просто тратим время, тоже, даже с ребенком, и у моей команде просто чудесные девочки, да, сейчас появились одна золотого директора статус получила во время родов, вот она родила в июле, да, бизнес начала, когда была беременная, и сейчас золотой директор. А у нас есть девочка, которая 43 года, и она родила третьего ребеночка, и не потеряла статус, была изогрудом, и в принципе, имея на руках трехмесячного малыша, она уже сегодня смотрит билеты, чтобы поехать с ним в Питере, потому что она не может пропустить форум компании. Да, можно с ребенком, можно вообще с семьей и куча существует, да, если вы хотите на какое-то бизнес-событие приехать, берите семью с собой. Иногда бывало так, что женщина взяла просто мужа для поддержки, ну поддержи меня, таком посиди рядышком, покажем, что у меня есть мужа, потом этот муж еще как бы больше в теме идет, и уже тоже бизнес делает в Коралловом клубе. Светлана Палин, привет, я вижу, нас следит за нами, я что могу сказать, когда мы начинаем бизнес, обычно муж говорит, там жена развлекается, там у нее, лишь бы меня не пилила, пусть занимается, потом, когда у женщины уже тысячи, две тысячи доход, он говорит, знаете, это наш семейный бизнес, вот она, двигатель, я ей помогаю, когда начинает больше пяти тысячи зарплат, он уже вперед, грудь вперед, и говорит, это мой бизнес, и впереди бегом, ну что, у нас времена изменились, если раньше в Коралловом клубе было 99,99% женщин, то сейчас посмотрите, сколько у нас молодежи, сколько у нас мужчин, женщин уже дорогу протоптали, в пещеру сходили, медведей выгнали, жить в этой пещере можно, и теперь мужчины пришли и широкой дорогой идут осваивать бизнес по территории мира, чему мы очень рады, кстати, энергии я нам как раз не хватает, надо, надо, это, нам энергия не расплыть, да, но, и как еще, вот как бы, вот этот бизнес еще, почему мне очень-очень нравится, что ты не должна терять свою женственность, ты не должна быть умной, умной, потому что, я как женщина, мне нужно, чтобы я могла быть, ну, как бы, работать со своей природой, ну, как бы, как бы, вот это, чтобы мне было комфортно, как женщина здесь, и ты можешь тут быть женщиной, хрупкой, но хорошим лидером, если ты знаешь дорогу, у тебя есть стержень, если у тебя есть мотивация, если ты умеешь это передавать дальше, прекрасно можно развиваться, и не надо быть никаким, там, сверх супер, умен, да, там, рвать майку, кирняжку, кирняжку, вперед, да, для всех места, для любой природы, для любого человека предназначен бизнес, потому что, в Латвии, иногда, я иногда знаю, что, если ты говоришь, давай начнем бизнес, все пугаются, особенно женщины, потому что они думают, что сейчас все, жизнь закончилась, начнется какой-то геморрой, если честно, да, я это все, я не хочу это, а если ты показываешь, что это можно, спокойно, легко, зная, целенаправляя, целенаправленно, не умея просто, да, ты идешь, и ты достигаешь, не надо быть каким-то, вообще, таким, не знаю, каким человеком, не надо учиться левитировать в воздухе, нужно работать тем, что у тебя есть, потому что, очень много времени может уйти на отработку каких-то слабых, слабых качеств, но ты работай своей сильной стороной, а если у тебя есть слабые, слабые качества, привлеки партнера, в этом и сильна команда, что ты можешь работать в команде, если что-то, ну, например, эфиры винятые, начал вести юристерян, это его сильная сторона, он в компьютерных делах док, и он эти эфиры делал, эфиры он не делал, он делал видеозапись, да, и он, у него сейчас просто чудесный клад, и оборудование он купил, у него есть запись всех наших лекций, которые тоже по любой теме, они помогают уже партнерам развиваться, и он сейчас, мы события делали, он всю вот презентационную, техническую часть он на себя брал, да, и каждый делал свое, и у нас получилось замечательно, замечательное событие. но это опять же не за один день. Я решил сегодня стать крутым лидером, да, а контент, вот, если, конечно, ты приходишь уже в такую, как бы, в команду, где уже что-то есть, то и ты можешь пользоваться. Ну, в принципе, в кораллунку, и посмотрите, сколько на себе всевозможных материалов, это не смотри, не пересмотри, так это еще все внедрить надо. Ну, да, и я, главное, говорю людям, вот, если вы хотите научиться, захотите научиться все, и потом строили бизнес, это тоже будет долго, это не рентабельно. Если вы что-то узнали, если у вас есть хотя бы какой-то маленький результат, и уже который вас вдохновляет, давайте дальше, давайте эту информацию сразу, да, людям иногда есть комплекс, что они вот не знают, что-то еще не доучились, вот не закончили курс нутрициологов еще там не выслушали все там лекции, но это будет долго, это вы можете всю жизнь делать, я сама еще чусь, это бесконечный процесс, но главное реактивность, ну, как бы проактивность и вот то, что ты получил, отдал, получил, отдал, и все. Как говорила Марина Федоренко, качество лидеров определяется скоростью передачи информации. Ты себе получил информацию, передай тому, кому она нам. Да. Вот, например, мы пару дней назад узнали, что под Хомутникова Олга будет, да, наш доктор замечательный, знаменитый, в Риге, да, сколько из вас передали это дальше и пригласили людей, да, я перестала. Мы сразу, ну, я уже вижу, кто-то уже поставил заветки у людей, да, на это уже равно, ну, как бы работает, а другой еще там думает, пойду ли я, не пойду ли я, ну, и все, и потом, если он пойдет, он уже пойдет один, а кто-то привезет пять людей, у него, может быть, уже будет пять директоров, да, так что воспользуйтесь информацией и передавайте просто очень быстро дальше. Вот тут у нас еще есть вопрос, как получить мотивацию лидеров твоих других странах? Если в других странах, ну, слава богу, у нас есть интернет, я могу сказать так, не надо ездить каждый раз, но надо тоже, надо решить, что вы едете регулярно на события, чтобы этот контакт был, да, и все время попытаться, чтобы была энергетика уже другая и знания приобрести, потому что то, что по телевизору или по интернету, это одно, но когда вот эти ощущения, когда ты в реальной жизни, в каком-то событии, они там, не знаю, тысячи раз сильнее. А вот что сделать, если, например, в стране еще нету корового клуба, офисы имейте в виду. В офисе нету, да. Ну, когда я начинала, офиса не было вообще. Ни в одной стране Европы. Мы были первая страна в Европе, которая как бы сделала и офис, благодаря Виталию Рыцеборгскому, он открыл офис, а я как бы привлекла к этому офису людей, чтобы он был рентабельный. Стройте свой бизнес, как только будет определенный объем, компания будет заинтересована, чтобы в вашей стране был бизнес, вернее, уже открыт офис. Тогда бы клиенту было бы удобнее. Но из опыта, например, таких стран, как Америка, да, когда все люди вообще все в телефоне делают, и покупают только в интернете, содержание офиса бывает даже нерентабельным. Да, дорого, нерентабельно, и может быть даже... Хлопотно. Хлопотно, может быть даже не напрягаться, а просто научить своих клиентов пользоваться страницей, да. Вот еще вопрос, как не потерять силу воли во время работы? Ну, что такое сила воли? Ну, когда хочется кушать, появляется и сила воли, и неволи, и всего. Да, я могу вспомнить, здесь когда-то мы проводили одно мероприятие, и там была женщина, у которой погибла невестка, и осталась недоношенная маленькая внучка на руках. Этой девочке было 5 лет. И когда такой вопрос возник у нас на мероприятии, она вообще сказала, вы о какой силе воли говорите? Говорит, если вашему ребенку хочется кушать, и вы знаете, что вы выйдете сейчас на остановку, и там стоит 10 женщин, и вы предложите им детские витамины, и они купят, и вы заработаете на хлеб своему ребенку, и вы этого не сделаете? Так вы вообще хотите своему ребенку, чтобы он поел или нет? Это мотивация. Просто у кого какая мотивация? Кому кусок хлеба, ему туалет сухой, теплый. Да, кровать мягкая, ничего не капает. Как бы ничего не заставляет. Никакая внешняя мотивация, никакого лидера, никакой команды человека не заставит двигаться, если он сам не захочет. Если не будет ради чего. Но про это мы уже говорили, и говорили, что надо ставить большие цели, надо свою жизнь посмотреть в долгосрочном таком, посмотреть как бы вообще на свою жизнь со стороны, и выявить вот то, что вас будет двигать. Иногда помогает разговор со своим спонсором, можете позвонить. Я знаю, Руда, и ты этот вопрос задала. Позвони мне, мы можем, или когда мы в следующий раз встретимся, мы можем про это поговорить и найдем. и тогда вы увидите, как вам начнет, ну как начнет эта энергия уже циркулировать, и уже будут мысли, идеи. Но главное, что, знаете, то, что демотивирует человека, это не сделанные какие-то вещи. Вот если вы запланировали что-то, и не делаете, этот груз не сделанных дел, он тащит вас вниз. И какое-то время вам такое чувство появляется, что вы, ну что вы не сможете. Что вы вообще никто, звать вас никак, потому что вы теряете уважение к себе. Так что я помню, как я делала первое свое видео. Ужас какой. Представьте, как можно вообще дорасти до 30, там, 9 или сколько мне, 40 уже было лет, да, и бояться просто пластиковой какой-то камеры. Ты сидишь, и ты должен сказать, то, что ты знаешь, ну, у тебя трясет все. И я помню, я себя дозаставила, я говорю, все, Ринета, один раз ты пробуешь, не-не-не, не получается, то волосы такие, то нос никакой, то свет не то. То свет, и вообще начинаешь думать, не-не-не, это, наверное, не мой день. И потом говоришь, нет, вот давай-ка, ты, если ты сегодня это не сделаешь, то кушать ты не будешь. Вот сама себя, один такой взрослый человек, один этот... Твой внутренний ребенок. И ты учишь это внутреннего ребенка, договариваешься, вот ты сделаешь, вот ты просто это сегодня сделаешь. Сделала. И потом, знаете, какая гордость за себя. И ты уже можешь идти дальше, ты уже, о, я видео снимала, а я могу уже, не знаю, что сделать. Да, люди думают, вот люди в прямом эфире сидят и болтают, и болтают. Вот вам прямой эфир. Знаете, я сегодня в первом прямом эфире, ничего страшного нету. Да. Поговорить с приятными людьми. Я знаю, что нас смотрят наши друзья, единомышленники, и все, кто будет смотреть потом записи. Мы вас всех приветствуем. Мы верим в то, что вы действительно все можете, если захотите. И мы готовы помочь. Да. Итак, я думаю, у нас все вопросы кончились. Всем большое спасибо. Мы уже час в прямом эфире, и можем его завершить. Да, если есть какие-то вопросы, еще пишите. Если вопросов будет много, мы можем быть еще повторим этот опыт, и ответим в следующий раз. Да? Ну, что нам стоит, мы можем еще сделать, если будут достаточное количество вопросов, и вам понравилось, понравился наш прямой эфир, дайте нам об этом знать. Мы можем еще раз сделать уже на другую тему, какую-то более конкретную. Да, то, что вы захотите услышать. Нам пишут лайки, ставят пальчики, благодарят на всех языках. Спасибо, что вы смотрели. Вас довольно много, несмотря на то, что рабочий день и день, и время обеда вообще, да. Спасибо вас все, которые нас смотрят, все, которые нам желают добра. Мы вам тоже желаем всего самого-самого хорошего, и мечтать по-крупному, потому что мечты сбываются. Да, мы видим ваши сердечки, благодарим за них, спасибо, что вы нас поддержали, нам было сегодня легко. Альга Тетер, тоже привет. Пусть у вас все будет хорошо, дети рождаются, растут здоровыми, родители не болеют, пусть вас радуют ваши мужья, мужья, дети, внуки, и пусть ваша жизнь будет такая же прекрасная, какой вы ее хотите видеть. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok